Здравствуйте! В эфире информационная программа День Республики в студии Айна Басхаева. День Республики в студии Айна Басхаева. Глава Калмыкии Батухасиков провел заседание еженедельного регионального штаба по обеспечению строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов, капитального строительства. В частности, речь шла о реализации в текущем году региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. Участники совещания уделили внимание проектно-сметным документациям девяти офисов врачей общей практики в районах Калмыкии. Руководитель региона подчеркнул, что необходимо на каждом этапе держать прямую связь с подрядчиками, чтобы строительство объектов было выполнено на достойном уровне. Председатель правительства Юрий Зайцев также отметил эффективность взаимодействия с подрядными организациями. Заместитель министра здравоохранения Галина Динкиева сообщила, что в первом квартале этого года РМО определили и передали медицинским организациям безвозмездное пользование земельной участки под капитальное строительство объектов. Также уже разработана проектно-сметная документация для строительства типового офиса в поселке Песчаный Приютницкого района. В завершение Батухасиков проинспектировал уровень готовности городской детской поликлиники. Важно, чтобы вот уже сейчас те люди, которые здесь будут руководить и работать непосредственно, чтобы для них все было понятно. То есть, чтобы в день открытия здесь уже была полноценная работа, четкая работа, которая будет продолжаться уже на протяжении всего времени. И этим надо заниматься. Сегодня исполняется 30 лет со дня образования службы занятости населения республики. Поздравление по этому поводу направил глава региона Батухасиков. Он отметил, что за 30 лет в Калмыкии трудоустроенные более 150 тысяч граждан, более 4 тысяч жителей республики получили финансовую поддержку для открытия собственного дела. Около 16 тысяч безработных граждан получили возможность пройти профессиональное обучение и получить дополнительное профессиональное образование. Вы занимаетесь благородным делом, защищаете трудовые права граждан, помогаете людям, оставшимся без работы, поддерживаете их. Ваш труд неоценимо важен для наших жителей, говорится в поздравлении главы. Сегодня в состав учреждения входят 14 центров занятости населения, в которых трудится 109 специалистов. Осталась неделя до конца регистрации на конкурс «Лидеры России». Участники в возрасте от 21 до 55 лет могут побороться за грант в размере 1 миллиона рублей. Попасть в кадровый резерв страны. В этом году к существующим 7 направлениям добавился еще один трек «Информационные технологии», цель которого – выявить специалистов с высоким потенциалом, способных создавать будущее с помощью цифровых технологий. Что даст трек «Информационные технологии» нашим участникам? Во-первых, это трек призван выявить специалистов с высоким потенциалом, способных создавать будущее с помощью цифровых технологий. Второе, тот факт, что наставниками и организаторами являются министр цифрового развития Российской Федерации Максут Шадаев, представители разных компаний, крупных компаний, третьих – это попробовать свои силы в этом деле и прокачаться в профессиональной отрасли. В проекте «Лидеры России» активное участие принимали и наши земляки, среди них советник главы Калмыкии, суперфиналист третьего сезона Андрей Чаджиев. По его словам, конкурс действительно открывает широкие возможности, участники могут пройти комплексную оценку профессиональных компетенций, знакомиться лично с руководителями крупных компаний, которые делятся своим опытом. Ну а средства выигранного гранта Андрей Чаджиев направил на обучение в Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Очень неплохие бонусы – это образовательный грант, миллион рублей, который я вот сейчас потратил на обучение на высшей школе госуправления в Ранхиксе. Также еще это знакомство с преподавателями, губернаторы разных регионов, там вице-премьеры, как федерального, так и регионального масштабов. Также это люди там из проектного офиса правительства, аналитического центра при правительстве, с некоторыми из которых вот сейчас, например, я нахожусь на связи и консультируюсь по каким-то вопросам. Так что конкурс дает много уникальных возможностей, призывая всех принимать участие. В Калмыкии за последние сутки прирост составил 9 случаев заболевания коронавирусом. В тяжелом состоянии находится 11 пациентов, из них 4 на ИВЛ. С начала пандемии зарегистрировано 331 летальный исход, выздоровели, согласно последним данным, 24 человека. Госпитализировано в инфекционной больнице 202 жителя республики. В режиме домашней изоляции находится 516 человек. За прошедшую неделю на дорогах республики зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых 20 человек получили травмы различной степени тяжести. Кроме того, 25 водителей, которые находились за рулем в нетрезвом состоянии, отстранены от управления автомобилем. 15 апреля в 14 часов 10 минут 65-летний местный житель, управляя автомашиной ВАЗ-2115, осуществляя левый поворот с улицы Гобаревича на улицу Ленина, города Элиста, не убедился безопасности своего маневра и совершил наезд на трех пешеходов, переходивших в проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате наезда в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести доставлены пострадавшие пешеходы, двое из которых несовершеннолетние. 16 апреля в 14 часов 12 минут 30-летний житель республики Дагестан, управляя автомашиной Лада Гранта, на 93-м километре автодороги Яшкуль-Комсомольск-Артизиан, совершая маневр-обгон, не убедился в безопасности маневра и создал помеху автомашине Volkswagen Polo, двигавшейся во встречном направлении, которая во избежание лобового столкновения выехала на обочину и совершила опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести доставлены водитель и три пассажира автомашины Volkswagen Polo. Стихийные свалки на сегодняшний день продолжают оставаться одним из самых распространенных видов правонарушений в сфере экологии. Обычный мусор, который зачастую принято называть бытовым, это не только пластик, металлостекло, но и батарейки, ртутные лампы, электроприборы. Ежедневно недобросовестные жители республики и работники различных предприятий вывозят сотни килограммов мусора. Ведется ли борьба в этом направлении? Узнавала наша съемочная группа. Тонны мусора, словно холмы, расположились в степи со стороны главного въезда в город. Все это бытовые отходы, пластик, пакеты, стеклотара. Степь завалена стройматериалами и коммунальным мусором. А вот чего никак не ожидалось увидеть, останки крупного рогатого скота лежат буквально возле дороги. Руководство Элисты поручило работникам городского зеленого хозяйства ликвидировать свалку. Главой города поставлена задача вычистить все несанкционированные свалки в городе и предгородской территории. Призываем всех жителей нашего города, чтобы берегли. Потому что в первую очередь это не просто мусор, пакеты. Это, получается, тоже ртутные лампы, пластик, которые очень тяжело влияют на экологию нашего города, наших горожан. И как сообщил Башанкаев, для освобождения степного массива от мусора к работе подключены два КАМАЗа, четыре газона, два бульдозера, три погрузчика и два автогрейдера. Управиться планируют до 24 апреля. Ответственных за разрастание несанкционированных свалок ждет административный штраф. От одной до двух тысяч рублей для граждан, а вот штраф должностных и юридических лиц, а также предпринимателей колеблется от 30 до 250 тысяч рублей. При обнаружении нарушителей работники городского зеленого хозяйства просят сразу же обращаться в правоохранительные органы. Выявляет административно-техническая инспекция. Она работает согласно штатному режиму, согласно графику и выявляет нарушение. Трудно, конечно, заметить и увидеть сразу. Бывают звонки от людей и говорят, что такая-то машина разгрузила свалку. Соответственно, выясняют с правоохранительными органами это все. Не успел руководитель ГЗХ договорить о штрафах и нарушениях, как на горизонте появились два грузовика. Камазы до отказа загружены твердыми коммунальными отходами. Водители, видимо, хотели сбросить мусор прямо в балку, но увидев работников администрации, остановились, а затем и вовсе уехали. Засвидетельствовав номерные знаки, работники администрации тут же отправили данные в правоохранительные органы для дальнейшего расследования. Страдают, конечно, и местные жители. Практически каждый день сюда приезжают машины, выгружают мусор, а неприятный запах отходов распространяется на всю улицу. Живем на окраине, здесь постоянно машины проезжают, сваливают мусор, так скажем, из предприятий, и приезжают, вытаскивают буквально баулами все, жители из больших домов, поэтому, знаете, а все несет, как его, ветром сюда на нас, а вот у нас крайний дом, допустим, у меня сейчас здесь дети будут, мы вот переезжаем только сюда, делаем тоже, это вообще нереально. Вывоз отходов на неорганизованные полигоны, а также стихийные свалки представляют эпидемиологическую опасность. Это серьезный источник загрязнения окружающей среды. Решить проблему свалок без участия самих граждан невозможно, а потому стоит приобрести полезные привычки, чтобы сократить наносимый экологии вред. Игорь Манджиев, Владимир Цуглинов, информационная программа «День республики». Первые эко-боксы в Калмыкии появились в двух населенных пунктах Молодербетовского района, в райцентре и селе Тундутово. Специализированные контейнеры предназначены для сбора опасных и ртут, содержащих коммунальных отходов, энергосберегающих лам, батареек, ртутных термометров. Эко-боксы закупили за счет местного бюджета в рамках реализации муниципальной программы. Общая стоимость четырех контейнеров составила 132 тысячи рублей. Зачастую, когда мы проводим субботники, убираем, ликвидируем эти отходы, находим там и лампочки отработанные, и батарейки. Это все тяжелые металлы, и очень плохо они влияют на экологию с отдаленным таким тяжелым эффектом. Поэтому в рамках реализации муниципальной программы администрации закуплены соответствующие эко-боксы, где они будут размещены, в дальнейшем вы будете, все уважаемые земляки, оповещены. Поэтому я вас призываю утилизировать в соответствии с требованиями в эти эко-боксы. В Калмыкию с ответным визитом прибыла делегация художников и мастеров прикладного искусства Северной Осетии. Выставка под названием «Осетинский колорит» открылась в Национальном музее имени Пальмова, продлится она до 10 мая. Напомню, не так давно во Владикавказе с успехом прошли Дни калмыкии в Осетии. Ну а в Элисту гости привезли более ста работ, которые призваны познакомить посетителей музея с богатым культурным наследием осетинского народа. Мы 1 апреля проводили выставку калмыцких художников в Осетии. У нас были Дни культуры в Осетии. Сегодня делегация из Осетии прибыла к нам с ответным визитом. Они представили около ста живописных полотен, народно-художественные промыслы, здесь ювелирные изделия, керамика, костюмы национальные. В свою очередь гости Степной Республики считают, что каждая нация обязана не только чтить свои традиции и культуру, но и открывать их для других народов. Знакомясь с культурой другого народа, человек обогащается. И есть удивительно глубокие слова у Робин Драната Тагора. Долг каждой нации выявить перед всем миром свою национальную сущность, свою национальную культуру. Если же нации нечего дать миру, то это следует рассматривать как национальное преступление. Это никогда не прощается история. Я думаю, что у калмыцкого народа есть богатейшая культура, богатейшая история, так же, как и у Осетии. Но надеемся, что в будущем уже на уровне Министерства культуры, это будет на достойном уровне, чтобы жители Калмыкии познакомились с традицией Осетии. А традиция, она видна не только в картинах, она видна в каждом изделии прикладного искусства, в ремесле. Она видна в танце. То есть, когда увидят танец, поймут, какая красота и грация осетинских традиций идет в танце. А 22 апреля в Калмыкии стартует большая туристическая эстафета. В ходе экспедиции общественники, блогеры и организаторы автопробега «Национальная платформа Живое наследие» будут проводить общественные дискуссии, запланированные также и встречи с руководством регионов, представителями сферы культуры, туриндустрии. Кроме того, в ходе эстафеты с юга на север предполагается посещение и продвижение достопримечательностей и номинированных в конкурсе культурных и туристических брендов России, а также поиск новых локальных культурных брендов в регионах. В 2019 году были проведены исследования и выбраны топ-500 ключевых культурных брендов России. В список вошли «Золотая обитель Будыши Кямуни», «Степь цветущих тюльпанов» и «Калмыцкий чай Джамба». Выпуски новостей, а также другие передачи нашего телеканала смотрите в цифровом вещании канала ОТР на 21-й кнопке в IPTV «Зеленой точки» и Ростелекома и на официальном аккаунте в Instagram reacalm.ru. Ну а на этом у меня все. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова